Хочу сделать интересный сюжет по поводу вторичного рынка автомобилей. Сейчас он особенно актуален в условиях повышения цен, особенно на новые автомобили. И в этот раз ролик будет про автомобиль BMW X5. Я 4 года назад снимал ролик про этот автомобиль на своем YouTube-канале с владельцем этой машины. И если честно, это был один из моих первых роликов на YouTube. И поэтому он, хотя и набрал много просмотров, даже самому мне сейчас не особо нравится. Потому что, конечно, есть к чему придраться. Вот я встретился спустя буквально 6 лет после покупки этого автомобиля с владельцем. Пообщался с ним, поговорил, какие плюсы и минусы он отметил после 6 лет владения этим автомобилем. И самое главное, поинтересовался, во сколько обходится обслуживание этого автомобиля. Сколько он на нее тратит. Ну и насколько дорого, в принципе, владеть BMW X5 F15 2015 года выпуска. 2015 года выпуска. На текущий момент. Сейчас мы снимаем ролик в марте 2021 года. То есть получается, что 6 лет уже автомобилю есть. Не вижу смысла повторяться про плюсы и качественные характеристики X5. Они и так известны и понятны. Поэтому в ролике хочу сделать акцент на стоимость, расходы и возможные негативные нюансы эксплуатации автомобиля, основываясь на ответах владельца этого X, который ездит на нем почти 6 лет. Забегая вперед, хочу сказать, что некоторые недостатки были неочевидны. И рассказать и показать их сходу для него оказалось не так-то и просто. Какие конкретно, вот, можешь сказать, минусы, которые именно ты заметил, которые ты отмерил? И понятно, что есть минусы, о которых тоже все знают, да, есть какие-то болячки у этого автомобиля, есть там перечень. Вот конкретно от тебя, как от владельца, вот ты 6 лет проездил, что бы ты в минусы отметил, что бы ты хотел исправить? В минусы. Наверное, только стоимость эксплуатации, это, наверное, единственный минус. А так-то я всем доволен. Понимаешь, мне даже сказать-то что-то плохое не могу. Что касается стоимости и динамики цен на BMW в России. На момент покупки в июне 2015 года по договору цена за этот автомобиль BMW X5 X-Drive 35 i-Pure Excellence в околобазовой комплектации с коричневым салоном Mokka и пакетом Shadow Line в рублях составляла 3 958 000, что по актуальному курсу долларов 55 рублей на день оплаты эквивалентно примерно 72 000 долларов. Не беря во внимание комплектацию, а основываясь только на схожих основных характеристиках, таких как бензиновый двигатель 306 л.с., 2015 год выпуска, один владелец и более-менее схожий пробег автомобиля, на ресурсах по продаже авто можно найти такие экземпляры с разбегом от 3 миллионов до 3 миллионов 300 тысяч рублей, что по максимальной границе рублевой стоимости по актуальному курсу составляет на момент съемки ролика 44 500 долларов. И если смотреть более-менее объективно, выходит, что по рынку с пересчетом на валюту автомобиль потерял приблизительно 38% стоимости за 6 лет эксплуатации. Очевидно, что на рублевую разницу даже и опираться нет смысла, потому что 4 миллиона при покупке против 3 миллионов 300 тысяч в случае продажи. Ну, стабильность, что тут скажешь. Второй и тоже не менее интересный нюанс это то, сколько обходится этот автомобиль в эксплуатации и какие сюрпризы с ним возникали. Актуальные расходы для московского региона это транспортный налог и налог на роскошь. Первые три года, когда автомобиль считался роскошью, налог составлял 50 490 рублей. Но после трех лет остался базовый транспортный налог в размере 45 900 рублей. И вот тут вот я не могу не упомянуть про то, что роскошью в России считается автомобиль стоимостью более трех миллионов. И если в 2015 году, как мы видим, под этот критерий попадали автомобили стоимостью около 55 тысяч долларов, то в марте 21 года в списках уже видим мою любимую Шкоду Кодиак с эквивалентной валютной стоимостью в 40 тысяч долларов. Мой Коди хоть не дотягивает до трех миллионов, но чувство, что езжу на около роскошной машине, душу греет, как ни крути. Спасибо тем адекватным людям, которые все это придумали. Как мы вас любим, что бы мы без вас делали. Помимо налогов есть обязательные страховки, стоимость которых я не буду озвучивать, так как она сильно разная и зависит от коэффициента конкретного водителя. А вот то, что в обязательном порядке платится за этот автомобиль, это техническое обслуживание. И вот здесь уже первый звоночек по поводу расходов. Обслуживая данный автомобиль у официального дилера из пяти ТО, который прошел этот авто, средняя цена на обслуживание колеблется в районе 45 тысяч рублей, исходя из средней арифметической стоимости. Озвучивать рублевые траты на ТО в разный момент времени в течение шести лет не совсем корректно, конечно, так как курс рубля за это время успел попрыгать от 55 до 85 рублей за доллар. Но если эту среднюю арифметическую стоимость перевести в валюту по актуальному курсу, то получается сумма в районе 600 долларов за ТО. К слову, обслуживание на 60 тысяч километров у официального дилера обходилось на этот автомобиль в 90 тысяч рублей, это 1200 долларов по актуальному курсу. Но владелец этого X провел его в другом сервисе, так как гарантия уже закончилась, да и не было смысла переплачивать. Отдал он за него 60 тысяч рублей, это уже 800 долларов по актуальному курсу. Таким образом видно, что даже обслуживание не у официального дилера с целью экономии стоит тоже недешево. Конечно, можно поискать сервисы с еще более дешевыми предложениями, но лично я, если бы угораздило купить этот X на вторичке, не стал бы так рисковать, ну выкраивая лишние пару сотен долларов. Из обязательных затрат также это расход бензина, который у этого автомобиля в обычном городском пробочном ритме составляет примерно 15 литров зимой, ну и на литр полтора поменьше летом. Полный бак 95 бензина на 80 литров выходит примерно на 4 тысячи рублей, то есть по курсу это 53 доллара за полную заправку. За все шесть лет эксплуатации у автомобиля было всего несколько гарантийных обращений. Первое это гарантийная замена стоек стабилизатора на пробеге к 30 тысячам километров и замена молдингов боковых стекол из так называемого пакета Shadow Line. Ну это такой частичный антихром пакет, который шел в стоке. И обращение по этим молдингам было чуть ли не при первом ТО из-за того, что на них появлялись светлые пятна. Но самое интересное то, что даже после замены проблема повторялась и пятна на них все равно появляются. То же самое можно сказать и про хромированную решетку радиатора, на которой тоже появляются пятна, но уже не светлые, а рыжие. Возможно это из-за условий городской эксплуатации и дорожных реагентов или некачественной химии на мойках. Тем не менее у многих автомобилей и других марок нет с этим проблем в тех же самых условиях эксплуатации, в то время как наш БМВ этим страдает. Еще одна поучительная история произошла с этим автомобилем, когда он попал в формальное ДТП с трициклом на небольшой скорости в первый год эксплуатации. Видимых повреждений, как это всегда бывает, было минимум, но при этом пострадала рулевая тяга, ходовая и сопутствующие элементы. За ремонт после этого формального ДТП официальный дилер только по запчастям зарядил сумасшедшие полмиллиона рублей. По тому курсу это получается 9 тысяч долларов. Хорошо, что была каска, которая окупилась многократно. И даже если бы не было каска и попытался ремонтировать все у него официального дилера, чтобы сэкономить, все равно выделять из своего кармана на этот ремонт пришлось бы существенные бюджеты. Теперь, что касается нюансов и вероятных недостатков автомобиля за шесть лет эксплуатации. Почему вероятных? Да потому что с точки зрения эксплуатации к этому автомобилю даже после шести лет не так-то легко придраться. Да и то, что я озвучу дальше, не всегда можно отнести к полноценным недостаткам. Качество салона и его сборка в целом на хорошем уровне. До сих пор не наблюдается никаких скрипов и сверчков. К слову, машина произведена в Калининграде. Единственное, что отметил владелец и что бросилось ему в глаза почти сразу после покупки, это люфт ручки КПП в том месте, где, например, в его предыдущей пятерке BMW F11 немецкой сборки. Этого люфта не было. В остальном собрано добротно и высококачественно. Что касается элементов салона, например, матовых деревянных фактурных вставок, они не лакированные и слабо защищены от внешних механических повреждений, что со временем, конечно, может проявляться даже при бережной эксплуатации, так как никто не застрахован от случайностей. В этом плане версия X с алюминиевыми элементами, конечно, была бы более практична. Еще что отметил владелец. После нескольких лет у экрана головного устройства немного треснул дисплей. И, скорее всего, это произошло из-за перепада температур либо заводского брака, потому что физически повреждений, по его словам, не было. Да и место такое, которое даже специально не так-то и просто ударить. Сразу, как закончилась гарантия, перестала работать розетка для задних пассажиров. Ей там мало кто пользуется, но этот факт был замечен владельцом автомобиля. Кожа на руле в хорошем состоянии. Ничего не потерлось и не потрескалось. И визуально выглядит очень хорошо. В то время как на сиденьях кожа тоже довольно в хорошем состоянии. И визуальный износ не ощущается. Тем не менее, время дает о себе знать. И при ближайшем рассмотрении, замечаешь, что начинают появляться небольшие проблемы. Например, потрескалась кожа на сиденье со стороны водителя. Ну а в остальном замечаний по коже и по салону в целом никаких. Что мы получаем, ну или, правильно сказать, не получаем за три с лишним миллиона, покупая подобный автомобиль на вторичном рынке? Несмотря на класс автомобиля, в этой комплектации со спортивными сиденьями и кожей Mokko идет электрорегулировка сидений с двойным запоминанием настроек. Но каково было мое удивление, что этих регулировок тут немного и, например, отсутствует регулировка валика для поясницы. То же самое и у пассажирского сиденья. Только там еще вдобавок и запоминание параметров отсутствует полностью. Аналоговая приборная панель в двадцать первом году, особенно после классных цифровых ваговских, идущих уже на самых бюджетных полу и рапидах, смотрится в XE сильно несовременно и визуально, конечно, выбивается из общего классного интерьера. То же самое можно сказать и про обогрев лобового стекла, который для BMW, особенно в пятнадцатом году, отсутствовал в принципе. Человек, который беспрерывно ездит на автомобилях этой марки с 2008 года, даже не может оценить, насколько это классная опция, которая ставится сейчас на большинство современных автомобилей чуть ли не по умолчанию. Ну, понятно, что она немножко уже морально устаревает, то есть появляются какие-то там на новых машинах. Вот ты рассказал, что есть подогрев лобового стекла, я даже не знал об этом наповердать. Ну, сейчас, да, уже любую Skoda берешь, там, не знаю, любой ваг, там, самый дешевый, везде подогревались, в корейцах, везде все есть. Ну, у BMW-шников не все, как бы, привыкли к такому, да, благу человечества. Благо, да, BMW-шники не хотят делать. Ну, повторюсь, что нет смысла говорить про очевидные плюсы этой машины. Скажу лишь, что все условные недочеты, которые мы смогли найти и озвучить, с лихвой перекрываются прекрасными ездовыми характеристиками, отличной шумоизоляцией, высококачественной работой большинства систем автомобиля, да и банально отличным дизайном интерьера и экстерьера, актуальными даже спустя 6 лет. Единственный очевидный минус этого X, который нельзя игнорировать, как отметил и сам его владелец, это стоимость его эксплуатации и обслуживания. Ведь, несмотря на немаленькие обязательные расходы на налоги, ТО, бензин и так далее, вы всегда имеете риск дорогущего ремонта даже при незначительных поломках или повреждениях. И тут либо не скупиться на каско и отдавать каждый год по 150-200 тысяч рублей на нормальную страховку, ну, либо иметь риск потерять еще больше, вот на примере той истории с трициклом, которая произошла с этим автомобилем. Вывод простой. Сэкономить при покупке классного, качественного, стильного автомобиля и купить бэушку в хорошем состоянии можно, но сэкономив при покупке, как ни крути, нужно в голове закладывать дополнительные немалые бюджеты на обслуживание и вероятные ремонты. По словам владельца конкретно этого X, сейчас он даже не думает продавать свой автомобиль, так как поменять его на что-то новое и равнозначное по классу, да еще и по адекватной цене, сейчас фактически невозможно из-за сложившейся ситуации на рынке новых авто. Если в свое время этот новый X стоил 72 тысячи долларов, то сегодня эти 72 тысячи эквивалентны 5 миллионам трехста тысячам рублей. И в России с такими бюджетами из кроссоверов и BMW, ну, разве что к X3 можно присматриваться. Вот такая интересная ценовая аналитика у нас получилась на примере конкретного автомобиля. Владельцу этого X отдельное спасибо и тем, кто посмотрел, также спасибо за просмотр.